Сегодня в Казахстане отмечают День работников СМИ. Это праздник журналистов, операторов, видеоинженеров и всех тех, кто в кадре и за ним. Работников радио, печатных изданий. О любви к профессии и своему зрителю расскажет Вероника Боярова. Терабайты информации, километры текста и бесконечный поток материалов. В Казахстане почти 4600 средств массовой информации. Большая часть из них базируется в Алматы и в столице. Для многих работников СМИ вторым домом стало здание Казмедиа-центра. Так, здесь расположились три радиостанции и целых семь телеканалов страны. В том числе Хабар-24. Нормально слышно? Внимание. В кадре. В эфире телеканала Хабар-24 выпуск новостей в студии Иван Тулинов. Этот выпуск сопровождается сурдопереводом от Виктории Антонишиной. Наш канал смотрят из голубых экранов и в интернете. К слову, в этом году телеканал Хабар-24 вошел в топ-30 медиа, которые чаще всего цитируют в социальных сетях. Выросла аудитория телеканала в Ютубе и Инстаграм. Это заслуга каждого работника, который трудится 24 на 7. Работа в СМИ это? Это неожиданные повороты, потому что ты никогда не знаешь, где ты окажешься, с кем ты окажешься и в какой ситуации. Очень интересно, очень круто и очень, очень-очень, очень-очень, все очень-очень. Сто процентное посвящение себя в профессии. Кайф. Весело, это интересно. Оперативность и быстрота. Не сбавляют обороты в редакции и сейчас, во время карантина. Вот этот сюжет возьмем на вечер. А из Европы, получается, у нас кто будет? Бельгия, Германия? Да. Несмотря на ограничения в мире, все зарубежные корреспонденты Хабар-24 продолжают оперативно рассказывать зрителю актуальную и достоверную информацию. Пандемия и вот эти все коронавирусные ограничения изменили наш формат нашей работы. Выходить в прямые включения через телефон, этого стало все больше. И, в принципе, я думаю, что одним из плюсов является как раз шаг в сторону цифровизации и большая открытость и большая мобильность. По прогнозам экспертов, текущий год станет для журналистов по всему миру периодом глубоких и быстрых цифровых изменений после шока, вызванного COVID-19. Желаем всем журналистам не сбавлять оборотов и держать руку на пульсе. Вероника Боярова, Асхат Каракоэшиев, Хабар-24.